Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Управда.ру Это проект Кухня и с вами я, его ведущая Наталья Медончуру В этом выпуске мы узнаем, что такое антикризисное управление рестораном и как отстоять авторское меню Для этого мы обратились к управляющей рекордс-мьюзик-папе Елене Павелевой Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Елена, вы пришли в рекордс-мьюзик-папе буквально меньше года назад И у этого заведения была довольно-таки скандальная репутация На каком уровне сейчас находится? Меняли вы что-то или решили оставить это так и работать в этом амплуа? Хороший вопрос, Наталья. Добрый день еще раз Да, вы абсолютно правы. В конце февраля прошлого года мы как раз, собственно, с Михаилом Улановым пришли в рекордс-мьюзик-пап как управляющий партнера Пригласил нас Игорь Иванов И здесь стоит тогда уже начать говорить об антикризисном управлении в том числе На тот момент одно из главных условий было выход Игоря Иванова из операционной деятельности Соответственно, он отошел в сторону, заведением он не управляет от слов совсем И в любом случае репутация Игоря Иванова никаким образом не влияет на рекордс-мьюзик-пап сегодня Что именно вы сделали для того, чтобы заведение пришло на новый уровень и работало совершенно по другой стезе? Первый этап и самый такой основной – это дисциплинарная политика То есть здесь это вот самый фундаментальный момент Потому что, ну, как бы, не знаю, как в других ресторанах Но вот все те рестораны, которые мы брали в управлении и непосредственно антикризисном управлении применяли Это очень сильно хромало Второй большой этап работы – это заказ движения товара Движение товара и заказ от продаж Тоже долго рассказывать не буду, но мы сейчас продаем то, что заказываем, и заказываем то, что продаем Вы буквально меняли управление рестораном Я думаю, что вы меняли и кухню, и меню Абсолютно это так, конечно Меню сейчас у вас авторское Вы знаете, если в ресторане есть шеф-повар, как говорит Михаил Уланов, то меню авторское в любом случае Елена, я как-то заметила в одной из социальных сетей спор между вами и другим заведением об авторстве блюд Как защитить свое авторское меню? Как это сделать? Ситуация достаточно банальная Повар, уволившись от нас, шел в другое заведение, при этом прихватив рецептурник, который выдается каждому повару на руки Ну а другое заведение почему-то решило, что не меняя состава, не меняя подачи, не меняя абсолютно ничего, можно выдать эти блюда за свои Собственно, именно в этом состоял спор, именно в этом стояла моя претензия как руководителя И единственный минус, что претензия была высказана не совсем корректно, не совсем цензурно Вот, но на тот момент я была очень... Эмоции Эмоционально, конечно, абсолютно так Вот, вы знаете, мы сейчас для себя поняли одну единственную вещь Это вот опять же, да, об авторстве и о том, что из любого набора ингредиентов повар делает, каждый повар делает то, что, ну, как бы свое, да, что в свое вносит, свою какую-то там изюминку и так далее Так вот, это то же самое, ровно то же самое абсолютно получилось, да, то есть мы делаем это вот так, другое заведение, там, ну, опять же, не выдержав какие-то там технологии и технологические процессы, сделало это совершенно по-другому Поэтому, как бы здесь мы так отпустили, выдохнули Пошли дальше Пошли дальше Раз уж мы заговорили о социальных сетях, то скажите, пожалуйста, сколько вы читаете о себе критики или позитивных моментов, и как вы все-таки на них реагируете? Все-таки должны же вы с этим или бороться, или оставить все как есть? Вы знаете, да, критики достаточно В самом начале нашего пути имя Records Pub'а ассоциировалось с негативом Ну, как бы не буду этого скрывать Более того, периодически читая там в той или иной соцсети о себе что-то, всегда это было со знаком минус Всегда И, наверное, до лета прошлого года была ровно такая ситуация Ну, вот пока мы выплывали, пока мы все это меняли, пока мы меняли там голову своих сотрудников, самих сотрудников, там, меню и так далее Все адаптировали под себя Была ровно такая ситуация Вот летом прошлого года она начала поправляться Переломный момент? Переломный, абсолютно, да К нам стали приглядываться, на нас стали смотреть уже не так косо и не с таким негативом, скажем так Вот, и, соответственно, мы все более и более получали положительные отзывы, стали их получать Как вы работаете со своим персоналом? Ну, повторюсь, да, что основная задача менеджера зала – это общение с гостями Соответственно, она подходит к каждому столу, общается с каждым гостем И о претензии мы также узнаем здесь и сейчас У наших менеджеров, вообще, у управляющего состава достаточно большой функционал и много рычагов влияния, скажем так И реагирования на ту или иную ситуацию сразу Соответственно, не выясняя причин, да, не доказывая гостю, что он там не прав в каких-то моментах или что-то еще Блюдо убирается из счета, это однозначно По желанию гостя дальше мы можем заменить это блюдо на однозначно, сделать какой-то комплимент Ну, понятно, что мы извиняемся, если там муха в супе, это, конечно, вообще нонсенс А так, повторюсь, что это живое общение, общение здесь и сейчас и реагирование на проблему здесь и сейчас Вы знаете, очень мы любим гостей, которые конструктивно выражают свою критику Да, там, ну, холодное, да, там, недожаренное, там, или еще что-то Вот с такими гостями работать легко, исправить ошибку легко Очень не любим гостей, которые не могут конструктивно выразить свою критику Мне невкусно, что значит невкусно? Начинаем разбирать, как, что, не ты соленая, пересоленая, кислая, сладкая, что такое? Я ожидала другого, ну, чаще всего слышим такой ответ, да Хорошо, вы ожидали другого, здорово, мы, как бы, нам жаль, что мы не оправдали ваши ожидания Блюда убираем из счета, однозначно Заменим на что-то другое, да, хорошо, давайте заменим Ну, чаще всего такое это звучит Пробуем дальше, то есть гость, приходя к нам, пробует, там, раскрывая свои вкусовые качества Елена, какое же главное правило управления рестораном? Главное правило управления рестораном – это выстраивание системы Ну, нет ничего другого Управлять можно, затыкая дыры, управлять Можно, там, я не знаю, бегая в панике, что-то делая Но основное правило работы успешного ресторана – это выстраивание системы И работа с командой в том числе Ничего другого, ну, как бы, уже, как бы, ну, все Велосипед изобрели, система работает В Record Music Pub два управляющих – Елена Павелева и Михаил Уланов Михаил – это шеф-повар, которому мы переместимся сейчас на кухню Где он научит меня готовить очень интересное блюдо Мы будем готовить, с одной стороны, простое блюдо С другой стороны, на достаточно большое, мужское Хотя девочкам у нас это блюдо очень сильно нравится Ну, и начнем, начнем с современного фетиша профессиональной кухни С перчаток Хотя, я считаю, на нормальной профессиональной кухне Профессиональным поварам Перчатки – это абсолютно лишняя вещь Если это кухня, да, если это не фастфуд Если это не выездное обслуживание Ну, так как вы не совсем профессиональный повар Вообще не профессиональный Ну, и что ж руки-то марать, да, то есть Вообще не повар Мы пойдем сегодня в режиме того, что готовить будете вы Смыс? Под моим, я буду все говорить Держите меня с севера Для начала нужно взять фарш Мы уж не будем делать фарш изначально, да Мы его возьмем готовый Вот у нас он есть здесь в холодильнике Можно я выйду? Вскрывайте пакет Вскрывать? Мой хороший нож, большой Вот зря вы мне его доверили Ох, зря Да, давайте я сам Так бы сразу сказали Да, естественно, мы фарш делаем сами в нашем ресторане А он не покупной Это наш, опять же, свой авторский рецепт Вот эту мисочку можно поставить на весы Вот я так могу ассистируй Вот на булковку Т можно просто нажать И сейчас ваша задача сделать 350 вот этого отличного говяжьего фарша Тут сколько? Не знаю, для этого существуют весы Итак, мы сегодня готовим блюдо, которое называется большой бифштекс Большой рубленый бифштекс Это блюдо из меню нашего паба, Records Music Pub Как уже сказал, готовим мы его на основе отличной говядины Вот это основа нашего бифштекса Прошу, сделайте из него шарик Делали же снежки, как-то лепили Когда формируете любую котлету, любую, не важно Бифштекс, котлета для бургера, домашняя котлетка Первое, с чего всегда надо начать, это сформировать шарик Ну, геометрия у меня было 4 в школе Тут главное, чтобы было после школы Насколько классный получался снежок, чтобы залепить его У вас был молодой человек в школе? Конечно Вот, молодого человека, чтобы он сразу почувствовал вашу любовь Все, отлично, шарик сформирован Следующий, вот у нас доска, она красного цвета, потому что мы работаем с серым бясом Да, обязательно, все, как по правилам Следующий, мы, собственно, из этого шарика формируем сам бифштекс Что для этого сделать нужно? Сформировать бифштекс Сформировать бифштекс Мы берем его, обминаем То есть, я зря лепила шарик? Если не слепить, это, опять же, все следствие одно, следствие другого Если не сделать хороший, красивый шарик, не получится хороший, красивый бифштекс Ну, бифштекс я сформирую сам Маленький секрет После того, как сформирован сам по себе бифштекс Опять же, не важно Котлеты для бургера, например, да, наверное, я тоже съел много бургеров Очень важный момент После того, как сформирована вот эта вот котлета непосредственно Нужно сделать один маленький момент Нужно в середине сделать небольшое углубление Когда начинаешь жарить, жарили, наверное, дом котлеты Ну, приходилось, ну, приходилось Домашние, наверное, да Они становятся куполообразными И меньше Вот для того, чтобы слишком сильно не уменьшался его объем И он не превращался в купол Вот здесь обязательно нужно сделать перчик Такое небольшое углубление Да, у меня всегда такие шарики получаются Готовить мы будем это сделать вот здесь Очень важный момент Надо смазать таким-либо маслом наш бифштекс Каким маслом мажете вы? Подсомочным А где же вкус? Оливковое Оливковое Это вообще бесполезный перевод оливкового масла, да Потому что вкуса не останется Сливочное? Сливочное, отличная тема Но сливочное масло что? Прогорает Горит, прям моментально сгорает, не успев это Я всегда, это опять же мой секрет Этим пользуемся мы, мои ребята на кухне Использую только топленое сливочное масло Итак, живой огонь Ни один другой способ обжарки не даст того вкуса, как живой огонь Обязательно, ну шашлык, опять же хорошие стейки На мой взгляд лучшие стейки получаются только на живом огне Очень горячие Ну я чувствую Вот я достаточно ниже, уже мне так не очень хорошо Эти перчатки помогают Опять же жарить стейки на живом огне можно, ну бифштекс, только на высоком жаре Задача следующая, я сейчас объясню Вот здесь, вот здесь у нас самая горячая, вот эта горячая часть этого нашего мангала Соответственно ваша задача тем местным, которым мы смазали нашим маслом Аккуратно, красиво, не кинуть, а нежно положить на этот самый мангал Хорошо положить, как? С Богом! Я волнуюсь Отлично! Сколько это по времени займет? Ну все зависит от степени прожарки Так как я уже и говорил, что это только говядина Здесь в этом бифштексе нет никаких других моментов, да, кроме говядины и говяжьего жира Соответственно все законы жарки стейков или там котлет к нему распространяются Есть несколько степеней прожарки И мы жарим бифштекс в зависимости от желания гостя От медиум до well done, да, то есть соответственно медиум это состояние более сочное Но с розоватым оттенком сока вытекающий Well done это вообще не сочное Это вот просто, ну, как я люблю его Ну, такое хорошее, пожевать придется, да Сейчас я его переверну Опять же маленький секрет Если вы пытаетесь перевернуть блюдо, а оно не хочет, не надо его дергать Пусть лежит Она сама Не готова Потому что момент карамелизации должен произойти Итак, вот то, что мы должны были получить Красивую, хорошую, насыщенную решетку При этом есть, вот если посмотреть сейчас сбоку, да, мы увидим, что мясо-то, в общем-то, еще не прожаренное И если мы возьмем вот этот важный инструмент Приготовлении, профессиональном приготовлении Понимаешь, что я, правда, иногда и дома это делаю У меня дома есть, и я его иногда достаю Вот, ну, так, когда хочется Поумничать Да, вот А это термометр Собственно, с помощью термометра Да, есть, существуют всякие спектни По нажатию, по проверке, там, где-то на руке, еще что-то Но ни один другой способ не даст точности проверки температуры продукта Кроме как термометра Поставим его сюда и посмотрим Сколько же у нас здесь температура нашего мяса Практически совсем не поднялась Соответственно, вот сейчас там еще такой даже не medium well Да, то есть еще ничего не происходит Посмотрим еще раз Вот, температура начала расти Ну, то есть мы обжарили с одной стороны Сейчас мы обжариваем с другой стороны Вот у нас сейчас 35 где-то градусов Да, это значит, со второй стороны у нас тоже появился рисунок решетка Дальше мы будем доготавливать это блюдо непосредственно плите Нагрев здесь мы все-таки начнем с растительного масла Я попрошу взять вон там сливочное Уже не топленое И вот в один из кусочков положить туда Рукой? Рукой! У нас же руки в перчатках Самый большой Самый большой Тут, как и в каше, маслом не испортишь А вот и он, наш красавец бифштекс Который здесь, уже на сковороде Мы доведем до готовности, до вкуса Обогатим как раз вкусом сливочного масла Вы любите жирную еду? Да И это правильно Потому что только в том же мясе Вкус еды, вкус мяса это вкус жира Это секрет, скажу Следующая технология, которую я вам покажу И советую применять ее дома в том числе Видите, у нас достаточно много масла получилось Не переворачивая сам бифштекс Мы начинаем поливать этим маслом Его сверху Ну, во-первых, меняем внешний вид Он становится более насыщенный И вот сейчас происходит следующее Горячее масло проходит сквозь этот бифштекс внутрь И, собственно, за счет масла горячего Выготавливают его внутри Ну, понятно, что есть температура снизу Мы не на слишком высокой температуре это делаем Да, опять, чтобы масло не горело Следующий момент Открывайте вот этот волшебный ящик Этот? Да Есть там чеснок Пару зубчиков Розмарин Отлично Вы разбираетесь в специи И тимьян Мой любимый тимьян Нет, это грибы Тимьян рядом с розмарином А, я его не увидела Я знаю, что будет тимьян Вот это все кидаем туда Просто? На него? Нет, вот на масло И чеснок туда Чувствую себя ведьмой И что? Вот, давай Наколдуйте себе, что хотите Берите, пожалуйста, термометр Теперь задача проверить, готов ли он Готов ли мы отдать его нашим гостям Так, 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 так Я поможу Я поможу Смотрим температуру 47 48 Мало Вынимаем Держим еще Какую температуру должно быть? Опять же, какую прожарку? А, вы любите велдан Ну, может, давайте остановимся на том, который вы мне посоветовали Давайте от обратного пойдем Велдан это прожарка, когда температура внутри кускает Мясо и любишь секса От 73 и выше градусов Ну, у нас еще есть такое понятие на кухне, как Велли Велдан У нас иногда гости приходят и говорят Мне надо прямо салатировать Это как раз 100 градусов Температура кипения А жидкости вообще никакой не остается Да, то есть остается только волокна Ну, то есть выше 73, 75 градусов Это Велдан Да, такая сухая-сухая штучка Соответственно, ниже, да, медиум Вел Это 63, 65, 68 градусов Это вот моя любимая прожарка Наша управляющая, Елена любит медиум Велдан Моя любимая прожарка, это медиум Да, это вот ярко-насыщенный розовый цвет миоглобина Этого самого мясного сока Это 62, 65 градусов Это вот мое самое любимое Проверяем Да, я опять помогаю Вот такой большой бифштекс я приготовила А Михаил Уланов, шеф-повар рекордс-мьюзик-паб Мне помогал в этом Спасибо вам большое за прекрасный мастер-класс Всегда рада До новых встреч, друзья Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok